За это время в помощь нашим вооруженным силам составила... Коллеги! Коллеги! Я прошу внимания очень быстро. И депутаты на прошлый... В прошлый раз мы получили депутатов 18 200 гривен. Полностью отчеты вы можете спросить у Олега Михайловича, и мы доставили все. Акты, перимогидачи, фотоотчеты и так далее. И сейчас, понятное дело, что проблема не закончилась. Вы знаете, что 19-й первый район, о котором в прошлый раз он уже говорил. Говорили, что он будет в городе, ему как бы ничего не надо, но сейчас он уже знает, что находится фото. Да? Все знают? Да. Если уехал, удалился какой-то помощью, мы созвонимся с бойцами. В общем-то они говорят, что после ничего у них нет никогда. Смотрите, на связи можем... Мы были бы считать, что это такое... Команды. Самое необходимое, что сейчас нужно. В пятницу идет машина. У нас, конечно, просим. Мобилисуй здесь, и, может быть, спальни не хотят закупить, ребята. Потому что ночью уже холодно. Спальники кариманы, они просто. Теплое одежду. Теплое одежду. Лопаты, топы и пивы. У них нечем даже, ну, вкопаться. Теплое одежду. То есть, мы сейчас делаем, что мы максимально пытаемся сохранить жизни наших игроков. Мы не берем на себя ответственность решать вопрос обучающихся в армии, но давайте уже начали помогать, давайте будем продолжать. Осенний камуфляж просят, вроде бы как вышла 30-35. Носки, перчатки, на коленики, на борту. В общем, пожалуйста, мы можем быть после сессии, мы можем завтра подойти, мы можем договоренность с фабрикой, которая чтет свальни, вот 283 лет. Ребята вторая, третья рота, просили 50 человек. Меня удивительно, что просто с такой ассоциацией узнать сколько нужно всего. Там их вообще было четырех человек сейчас ушло. Спать очень много на ночь, да. Так, и еще одна кофе. У меня за последние два дня три огромных списка. Читать вам их не трудно, но тут есть какое-то специфическое кофе. Значит, на поликоне стоит, будет своя часть минчиков. Кроме списка потребностей, они тросят какой-то трактор или эскаватор, чтобы сделать дров вокруг. Один раз мне технику прислали и рассказали, что у нас нет топлива. То есть, зачем вы рисковали, что он без топлива? Ну, я не знаю, кто за это может взяться. Пожалуйста, мои телефоны для с вами самолита и вам плата. Это просто скучно. То есть, эти слички, они никуда не могут уходить. Они хотят просто там... Мишни у них есть, и можно строить себе баррикады и так далее. Вот что касается... Вы что-то типа плохо, не умеете работать. И буквально по словам. У нас в городе, вы знаете, очень активное полонтериорское движение. Создался полонтериорский центр. Спасибо большое за предоставленное помещение. Я хочу сказать, что, да, понятно, что организаций идеально их нету. И будем говорить честно, иметь какие-то, даже у вас здесь относитесь, да? Какие-то все равно происходят организационные моменты. Точно так же волонтерская организация... Ну, как мы... Волонтерская называет организацией мы. Мы в громадстве Владимир Владимир Матриотников, участниками этого волонтерского движения и этой волонтерской анициации. Наша главная цель и задача – это помощь на данный момент для наслужащих. Я думаю, что присутствующие здесь депутаты тоже заинтересованы к тому, чтобы и война быстрее закончилась, и ребята наши остались живы. Поэтому просим участия. Без вас мы никуда. Мы такие же граждане нашей страны, как и вы. И присоединяйтесь к этой помощи. Она была в принципе существенна. Вот вчера буквально мне уже школа сдала 6000 гривен. То есть учителя 51-й школы собирали...